Сегодня в окружном управлении Пенсионного фонда России состоялась селекторная видеопресс-конференция с участием министра труда и социальной защиты населения России Максима Топилина, его заместителя Андрея Пудова и председателя правления Пенсионного фонда России Антона Дроздова. Главной темой разговора стало совершенствование системы формирования пенсионных накоплений, так называемая новая пенсионная формула. Участие в пресс-конференции приняла и съемочная группа Лабытнанского телевидения. Новый порядок формирования пенсионных прав граждан и назначение трудовой пенсии по старости предполагается ввести с 1 января 2015 года. А сегодня правительственную концепцию нововведений во всех региональных отделениях Пенсионного фонда пытались представить министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин и председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Качество видеосвязи могло бы быть и получше, но кое-что до окончательного ее прекращения разобрать удалось. С сегодняшнего дня мы должны детально обсудить все эти проблемы и все вопросы, связанные с новой пенсионной формулой, в том числе и с поселением, и получить обратную связь. Это может определенным образом сказаться на том, что будут внесены какие-то коллективы, те предложения, которые мы сегодня сформулировали. Трудовая пенсия по старости, как и сегодня, будет состоять из двух частей. Страховой для всех и накопительной, для граждан 1967 года рождения и моложе. Но при расчете страховой части вводится понятие «годовой пенсионный коэффициент». Он напрямую зависит от официального размера зарплаты. Его рублевая стоимость ежегодно определяется правительством России. При формировании пенсионных прав и расчете размера пенсии предполагается существенное повышение роли трудового стажа. С 2025 года минимальный общий стаж для получения трудовой пенсии по старости достигнет 15 лет путем поэтапного увеличения с нынешних пяти. Нормативный стаж составит 35 лет. При нормативном стаже и средней зарплате в рамках базовой системы, выходящей на пенсию человек, должен получать не менее 40% утраченного заработка. Общий принцип таков. Чем выше официальная заработная плата и продолжительнее общий стаж, тем выше размер трудовой пенсии по старости. По новым правилам, выходить на пенсию позже достижения пенсионного возраста выгодно. Разработаны специальные премиальные коэффициенты за каждый год стажа сверхпенсионного возраста. Внося отдельные улучшения в систему обязательного пенсионного обеспечения, разработчики новой формулы исповедовали принцип «не навреди». То есть новая система не должна быть хуже старой. Так, увеличение пенсионного возраста не планируется, а предусматриваются стимулы для тех, кто намерен продолжить работу по его достижению. Вообще все пенсионные права, сформированные к сегодняшнему дню, будут сохранены. И материальное положение пенсионеров не может быть ухудшено. Изменений довольно много, и о них невозможно рассказать в рамках информационного сюжета. Тем более, что сотрудники Ямальского отделения пенсионного фонда пока не готовы их комментировать. Но на сайтах Министерства труда и социальной защиты и Пенсионного фонда Российской Федерации уже сейчас можно познакомиться с новыми правилами исчисления трудовой пенсии по старости и даже прикинуть условный размер своей пенсии в ценах текущего года на специальном пенсионном калькуляторе. Анна Терешкина, Игорь Борисов и Григорий Волков. Программа «Время местное».